Книга «Открытым оком», восьмой том, вопрос, 2083, взаимоотношения. «Разве великие мужи веры не видели, что произошло размежевание в народе намерян и монахов, и они перестали понимать друг друга?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Задача дьявола всегда в этом и заключалась – разделяй и властвуй. Это же сделал палач земли русской Иоанн Грозный, разделил на опричнину и земщину всю страну и заложил основы для будущих делений. Кто это видел, тех объявляли врагами и изничтожали. Писание было неведомо народу, и за образец брали только монастыри. И увековечить себя можно было только постройкой нового монастыря. Брались за это, конечно же, многие, но до конца довершить было суждено избранным. Их проводили во святые, шлифовали биографию, если ничего во всей жизни не находили выдающегося, тогда благоухания, звоны колокольной в видениях ему были или не были, но уже запах шел и трезвон повсюду. Местная канонизация происходила по этому образцу. Кому-то исцеление, кому-то ответ на молитву. И это из поколения в поколение внукам шло. Монашество в самом прямом смысле увлекло людей от Христа и от Библии в пустыню безводную. И теперь без этих иссохших мощей ни шагу людям не ступить. И люди за тысячу верст шли посмотреть на этих чемпионов пощения и бдения. Иоанна 7,37 Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Иеремия 2,13 «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия, 17,13 «Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие Тебя, посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Откровение 21,6 «И сказал мне, совершилось. Я, Есмь, Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». В житиях не раз находим, что имена подвижников написаны на прахе буквально, даже не в переносном смысле. Зосима пустынник, память 19 сентября «Я не для волшебства живу в пустыне, но, будучи сам христианин, я не могу жить в городе с неверующими. Посему и пошел в пустыню, желая лучше быть со зверями, нежели с людьми злыми, врагами Господа моего Иисуса Христа. Имея образцом такой жизни, житие других христиан, святых отцов, удалившихся от мира и живущих в пустыне, и я старался подражать им, насколько мог, Бог же знающий, служащих ему и промышляющий о них, и меня, благоустроив по своей благости, покорил мне на утешение мое диких зверей, и вот я живу с ними, радуясь о Господе, и возложив на него все мое упование.